Всем добрый день! Сегодня мы с вами рассматриваем алгоритмы письменных вычислений по программе «Перспективная начальная школа». Для начала хотелось бы просто напомнить требования стандарта, то, что прописано по поводу предметных результатов освоения основной образовательной программы в рамках отдельных дисциплин, в частности математика и информатика, о чем мы сегодня и как раз будем говорить. Среди пунктов, что должны отражать предметные результаты, напоминаю, видимо, овладение основами логического алгоритмического мышления, овладение основами записи выполнения алгоритмов, далее умение выполнять устные письменно-алгоритические действия с численными числовыми выражениями, умение действовать в соответствии с алгоритмами и строить простейшие алгоритмы. Ну, почему с этого начинаем? Потому что, естественно, все требования программы «Перспективная» к уроку и в итоге к нашим детям при выходе, окончании начальной школы, будут, ну, вернее, будут, как всегда, соотносятся вот с этими результатами. Я очередной раз уже на заочных, наочных встречах, как-то пытаюсь донести, почему вот какие-то изменения с точки зрения учителей происходят в учебниках, они действительно происходят, потому что вот выделено специально синим цветом у меня предполагается все-таки на сегодняшнем этапе, на современном этапе формирование умений вычислять или выполнять устные письменно-алгоритические действия. И, конечно, это разница с тем, как мы очень долгие года, много времени формировали вычислительные умения и навыки. Конечно, навыки никто не отменяет, и про навыки мы тоже сегодня попроснемся, но вот этот перенос требований, навыков на умения, он, наверное, имеет свою почву и оправдан. Поэтому, конечно, мы будем говорить об умениях выполнять письменно-алгоритические действия и письменные вычисления. Но, к сожалению, да, в публикации не видно требований к ВПР, я еще про требования ВПР хотела прописать, да, то есть умение, опять же, выполнять ориентические действия, устно сводимые к действиям, которые выполняются в пределах 100, а также письменные действия, сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 10 тысяч. То, что и проверяется российская проверочная работа, и прекрасно все учителя так или иначе уже, либо проводили такую работу со своими детьми, писали на подготовительном этапе, или уже выпускники были, либо готовимся в этом году. Мы прекрасно знаем требования, вот, опять же, в плане вычислительных навыков, вычислительных докумений на конец окончания начальной школы. Еще буквально пару слайдов, опять же, позволю себе напомнить, классификацию вычислительных приемов. Вы знаете, я нисколько не сомневаюсь, что мы прекрасно с вами отдаем отчет, что такое устно, что такое письменные приемы вычислений, или приемы устно-письменных вычислений. И, конечно, если ребенок записывает, вот, как слева на табличке, строчку, там, 25 умножить на 24, да, равно, что на 25 умножить на 24, дальше направленство, я не прописываю, не все понимаем, что происходит, это не письменные приемы, да, это приемы устных вычислений, потому что школьники записывают строчку, кто-то сопрощает запись, кто-то подробно ее расписывает, да, и, ну, при этом происходит вот эта запись, да. Ну, а это, может быть, у нас тема следующих встреч, следующих вебинаров. Мы сегодня прописываем, ну, вот, чтобы было видно в таблице отличия. Значит, то, что мы все прекрасно знаем, начинается, ну, во-первых, запись в столбик, то есть письменные приемы, это те приемы, вычисления, которыми выполняем столбик. Так уж традиционно в методике математики сложилось, и такие названия закрепились за этими, в этой циферации. Далее, разница в начале выполнения вычислений. Если в устных вычислений мы начинаем с высших разрядов, то в письменных, ну, кроме деления, начинаем вычислений с высших разрядов. И третье такое базовое отличие, если в устных приемах, вернее, приемах устных вычислений, их достаточно большое количество. Мы говорим о рациональных и, может быть, не совсем рациональных вычислений, но вот это мы можем подходить очень осторожно, потому что то, что рациональность, то, что время одного ребенка, другого будет нерационально, хотя в математике есть, а на эти рациональные вычисления. И, тем не менее, здесь разные способы, вот даже вот один образец, который принес, приведен, как сказать, у нас 24, наверняка еще и не все способы, но и здесь представлены. Ну, в частности, можно там поменять местами множителей. А песненные приемы, или приемы письменных вычислений, они выполняются по алгоритму, и вот сегодня мы как раз об алгоритмах и обыкновенности вести речь. Ну, кроме того, вычислительный навык – это способность предельно-быстро находить результаты альфимического действия. Почему я делаю акцент вот как раз на том, что мы все-таки в большей степени сейчас должны говорить об умении, а для того, чтобы говорить об умении, которое, конечно, на определенном метаде, что сформируется и вычислительный навык, для этого как раз комплект «Перспективная начальная школа» в связи со сформулированной гидактической идеей, которая направлена на понимание того, что происходит, подходит как нельзя лучше. То есть если мы хотим развивать ребенка, а наш комплект нацелен на развитие математическое, алгоритмическое, пространственное воображение, вообще, в принципе, мы, авторы, соавторы и коллеги, все заинтересованы в том, чтобы дети понимали математику, то есть вот это понимание, оно не просто провозглашается, а участвует на каждой странице учебника, начиная с первой, заканчивая с четвертым классом, то, конечно, вот это умение, оно и формируется, потому что ребенок понимает, что происходит. Для этого нужно больше времени, для этого у нас, конечно, появляется объем математического текста, появляется объем в алгоритмах, в вопросах, что может быть непривычно учителям, которые в свое время все учились по комплектам, где пишу, вычисляю, записываю, и только эти слова опорные. Никто не запрещает эти опорные слова и сейчас использовать, но для того, чтобы их использовать, необходимо понимать, что пишу, почему пишу так, что вычисляю, куда что записываю. Это требует, опять же, определенного времени, включения и учителя, и ребенка вместе со страницей учебника. Ну и еще один слайд на напоминание, качество вычислительных навыков. Мария Александровна Банкова прописывала эти качества, конечно, не только к навыкам, не только навыкам, присущим именением вычислительным. И, к сожалению, мы очень долгое время, почему нам может быть не всегда понятен большой объем текста в учебниках по математике, потому что мы привыкли в основном говорить о правильности вычислительных умений, вычислительных навыков. А кроме правильности, посмотрите, как минимум, осознанность, обобщенность, автональность, еще раз повторю, в некоторых случаях автоматизм, ну как минимум, применение алгоритма, а не в самом вычислительном умении или навыке. Ну и, конечно же, прочность. И опять, прочность может достигаться разными способами, в разных комплектах, в разных подходах, она достигается по-разному. Если раньше мы говорили, что решая десятки, несколько десятков примеров, мы добивались прочности, то есть вот этого автоматизма, без, может быть, особого понимания, то сейчас понимаю, что у нас совершенно другие дети, совершенно другой подход вообще в образовании. Наверное, этот способ не совсем умирен, не совсем корректен, не совсем оправдан. Поэтому, в частности, перспективно начальная школа в прочности стремится добиваться совсем другими пациентами. И это, конечно, нужно понимать. Когда мы работаем по комплекту ПНШ, мы понимаем, что, ну вернее, может быть, мы себя не понимаем, но я хочу как раз на этом остановиться, что все математические основы любого знания, любого способа деятельности, да, задачи, вычисления, там, геометрии и так далее, они, конечно, сохранены, потому что, ну, на самом деле, в математике решение задачи есть решение задачи. Методологические, на самом деле, тоже соблюдены. То есть, когда меняется последовательность изучения каких-то тем или вот этот объем объяснения нового материала или включения детей в открытие нового знания, да, это уже вот как раз методический подход, а методология, она сохранена. То есть, если сложение как действие основывается на объединении не пересекающихся конечных множеств, то никто по-другому это действие объяснить не сможет. Ничего нет ни одинаково. А вот таким образом внутри этого объяснения или включения детей в деятельность по открытию и пониманию, что это действие сложения может быть разным. Поэтому вот с коллегом хочу проговорить для вас, что математические и методологические подходы, они соблюдены. То есть, если мы внимательно будем смотреть на то, как Александр Виловичекин в учебнике предлагает рассмотреть все действия, в частности, приемы письменных участвований, то они абсолютно идентичны и подходом других учебников. А вот методически, да. Ну, смотрите, с чем это связано. Пока вот слайд с алгоритмическим мышлением, поскольку заявлено в стандарте, заявлено в целях и нашего комплекта развития алгоритмического мышления и понятия алгоритма. И, наверное, никто не будет спорить, что работа со словарями в 3-4 классе, словарными статьями, опять же, обогащает деятельность детей, и всегда учители, и школьники могут обратиться и к словарю, и могут вообще это целесообразно, и сопоставить определения не только в нашем словаре, в другом макерсправочнике посмотреть, да, и убедиться, что действительно основные понятия, основные признаки, принципы существенные сохранения. Так вот, кроме того, что, я возвращаюсь к методической идее, кроме того, что принцип через рассмотрение частного к пониманию общего и в дальнейшем для применения также в частных случаях, в учебнике ПНШ, я уже неоднократно об этом говорила, очень трепетно и очень, не знаю, тщательно, или как-то еще слово, выбрать отношение к кем-на-логе и тематическому. Это тоже непривычно. Мы очень легко и беспечно джонглируем словами, математическими терминами, не задумываясь, вроде бы понимая в целом, о чем идет речь. И это тоже одно обстоятельство, которое, может быть, немного напрягает вот учителя, когда он берет учебник, а там прописаны определения, вот еще раз повторяя тексты, в частности, текст-алгоритмы. Да, и сначала по вопросам, а потом еще и в словарной стихии текст-алгоритмах. Но наш такой учебник, иначе не может быть понимания. Если нет возможности у ребенка прочитать математический текст вместе с учителем на уроке, потом вернуться к нему домой, если есть такая необходимость, проговорить, что понятно, непонятно в каждом слове, в каждом шаге этого алгоритма, то, наверное, о понимании тогда речи в стене светлой. Да, вот эта идеология, в целом комплект идеологии математики, она и обуславливает вот тот подход, который мы видим в учислениях, в письменных приемах учислениях. Ну, если вернуться к алгоритму, ну, как бы основной нашей с вами цели сегодняшнего разговора, сегодняшней встречи, значит, смотрите, что получается. Вот та вся работа, ну, во-первых, смотрите, у нас все мы обозначены, тоже для нас, это не секрет, мы это понимаем, уже многие привыкли, потому что каждый урок, это, ну, новая, совсем новая или не совсем новая тема, где-то дети могут более самостоятельно включиться, и на этом уроке не нужно дополнительно, предварительно детей готовить к обучению или к открытию вот этих новых знаний, то есть вся подготовка ведется на протяжении нескольких уроков этого же класса, предыдущего класса, этой части, другой части и так далее. Если мы посмотрим на сложение первых, вернее, на алгоритмы первых действий сложения и вычитания столбиком, то, конечно, вначале у нас, сейчас я попробую откроется или нет, я тут попробую вам, я надеюсь, что видно, вот во втором классе у нас нет слова алгоритм, у нас способ сложения столбиком, потому что детям предлагается сложить двузначные и треузначные числа, в учебнике включена сетка разрядная, да, по разрядам сложения, сразу видно детям даже, может быть, лишний послок не нужен, почему разряд записывается под разрядом, и это происходит и в первом слагаемом, и во втором, и в значении суммы. Также рассматривается и способ вычитания столбиком. Вот это подготовительная работа, нет слова алгоритма, оно здесь еще не нужно, мы от способа записи в строчку переходим к записи в столбик. Очень, опять же, долго, ну, долго условно, но на протяжении там одного урока, нескольких уроков, в учебнике показано соответствие записи столбика, соответствие записи в строчку. стоит знак «плюс» и там, и там, стоит знак черта письменных столбики, знак равенства стоит в записи в строчку, да. Вот если мы это опять проскакиваем, нам кажется, что это баловство, что это легко, что это не заслуживает какого-то длительного внимания или пристального внимания, то мы вот опять нарушаем ту самую идею, на которой построен весь учебник. Вот я когда встречаюсь лично с коллегами на различных случаях, я эту мысль все время пытаюсь донести. Не пренебрегайте теми темами, которые нам кажутся с точки зрения взрослых людей, учителей, кажутся простыми, элементарными. Если они действительно такие простые, элементарные, ну, действительно, там знак равно, здесь черта, стоит знак плюс, стоит, нет знака равного, нет знака черты, да, когда мы вот эти соотносим. Так как раз у вас есть возможность с детьми как раз проговаривать, да, объяснять, что происходит, потому что кроме самой математики мы все-таки не забываем о том, что мы формируем различные универсальные учебные действия, и у вас возникает такая возможность на уроках математики, на это специально обращать внимание, ну, потому что с точки зрения математики не очень сложный материал, да. Но вот эта последовательность, опять же, еще раз повторю, это операциональность выполнения подхода к уже более сложным темам, которые заслуживают больше внимания, больше сосредоточения детского, да, потому что мы понимаем, что алгоритмы письменных действий сложения и вычитания лежат в основе потом умножения и деления, и без них точно так же, без пабличных случаев, мы дальше двигаться не можем. Но способ сложения во втором классе переходит в алгоритм сложения в третьем классе, потому что дети рассматривают этот случай уже для всех, да, для любых чисел, во всех возможных случаях, и если мы понимаем, что алгоритм – это действительно универсальная уже, да, вот эта последовательность выполнения действий, которую можно применить для любого числового множества, то мы не будем говорить про алгоритм во втором классе, потому что там просто способ сложения, да, вот можно строчку, можно столкнуть, да, рассматриваем вот эти особенности и потихонечку готовим к той последовательности, к той последовательности, к которой предлагает учебник. Что сразу хочется сказать, об этом говорит и автор, и по урочных разработках, и каждый раз мы об этом говорим на встречах, вот, получаясь учителями лично, не надо запоминать, заучивать формулировку, но особенно этим детям, которым это, как бы, достаточно трудно. Я каждый раз говорю, у вас дети разного уровня, и сильные дети могут запоминать, и запоминать вот эту математическую терминологию, потому что им планочку нужно поднимать выше. Но прописан алгоритм в словаре и в учебнике не для того, чтобы его запоминать, а для того, чтобы им пользоваться. А чтобы им пользоваться, сначала дети отвечают вот на те самые вопросы, с помощью которых они постигают соответствующий алгоритм. Так, значит, дальше идем. Да, вот у нас алгоритм сложения столбиком уже, потому что она множество всех чисел переносится. И вот дальше сформулирую алгоритм сложения столбиком, ответив на следующие вопросы. Коллеги, мы сами не всегда можем эти вопросы сформулировать грамотно, сохранить последовательность этих вопросов. Очень часто мы, задавая один вопрос, тут же его переговариваем, не давая возможности быть на ответ. Поэтому вот, если говорим не просто о том, что дети должны научиться пользоваться алгоритмами, ну, формулируемые алгоритмическое мышление, в частности, при изучении как раз алгоритмов письменных действий, то вот отвечая на все эти вопросы, как раз дети и двигаются в этом направлении. Он просто отвечает на вопрос. Но, тем не менее, в соответствии с тем образцом, который представлен, то есть это ведь не просто смотри и делай, как написано, да, а ответь на вопросы. А мы с вами знаем, что просто алгоритм сделай, сделай, сделай одно, сделай другое. Это одна ситуация. А когда мы к нему подводим, отвечая на вопросы, заставляя ребенка вдумываться, действительно, вот я встречаюсь в следующий раз с каким-то новым действием. Мы же все время хотим, чтобы они открывали новые знания сами, или способы деятельности, и при этом придумываем проблемную ситуацию. А вот она, проблемная ситуация, того уровня, который соответствует нашим людям. С какого надо начинать? Почему? У них, с одной стороны, есть знания, чтобы на эти вопросы отвечать, потому что был способ сложения, способ вычитания в санкт-профе, по втором классе. Но не все так легко и просто, опять же, как нам кажется. Потому что, а что делать, если в одном слагаемом, значит, разрядах меньше, чем в другом, да? Как в этом случае складывать? Ведь ноль впереди числа не подпишем. И если мы знаем, что дальше эта ситуация у нас встречаться будет в алгоритме сложения, ой, простите, умножения, то мы здесь опять не будем торопиться и бежать, потому что здесь надо выяснить все нюансы, все ситуации, а они как раз в вопросах заключены, которые поджидают ребенка в дальнейшем. Хотя у автора это все предусмотрено в определенных упражнениях, да? У нас будет не в теории, не в упражнениях. И поэтому, конечно, каждое упражнение нужно рассматривать в то что время, какой новый элемент теории появляется в упражнении. Потому что, конечно, у нас, в начале школы мы не можем все на тексте только выносить, да? То есть он вычисляет, но при этом появляется небольшой вот такой фрагмент теории. Ну, я думаю, что все-таки со сложением и вычитанием может быть вопросов как-то меньше. Просто еще раз напомню, что есть способ, когда мы готовим ребенка, а потом есть алгоритм, когда он распространяется уже на все множество чисел, и безусловно детей к этому нужно подтолкнуть, что вот теперь мы научились складывать и вычитать столбиком, и можем это делать для любых чисел, и важно, какой они контакт, когда мы проверяем, что будет учиться в этих числах. Значит, наверное, ну, вот опять по опыту встреч, вопросы возникают в умножении, в частности, в умножении вот на двозначные числа. Значит, умножение на однозначное число. Умножение на однозначное число столбиком предлагается у нас в третьем классе, и безусловно, мы опять рассматриваем готовые выражения, готовые, вернее, равенства, выясняем, правильно или неправильно выполнено, да, и такое понятие, как переход через разряд, и без перехода через разряд, это нормальное. И опять, мы, если у меня слова алгоритм, мы говорим об умножении на однозначное число. И точно так же, как в сложении, есть соответствие записи, умножение в строчку, умножение в столбик. Так, и здесь работа идет аналогично, дети уже к ним достаточно подготовлены к предыдущим опытам, и, наверное, тоже особых трудностей не возникает. Значит, когда мы умножаем на двузначное число, на двузначное число, на круглое двузначное число, вот смущает эта запись в 25-м задании, когда число 123 умножается на 30 и подписывается вот таким образом достаточно для нас непривычным, потому что нас многих как выясняется учили по-другому, и действительно я просматривала различные методические различные пособия, в общем, пишите так, да, вот примите, писайте, вот так, ноль оставляем в стороне и так далее. Но, коллеги, обращаю ваше внимание, у нас пока, во-первых, не алгоритм, у нас соответствие 24-го и 25-го задания, я надеюсь, что видно, с экрана. Значит, в 24-го выполни умножение в строчку, да, 6 на 7, 6 на 70. Дети уже знают, что при умножении на 10 в записи числа справа приписывается ноль. Точно такое же задание в номере 25-ом. Умножили на 3, умножили на 30. Вот, если здесь вы вдруг напишите этот ноль справа, оставляя его, объяснить детям, почему так нужно выписать, я не знаю, кто из учителей сможет это объяснить, потому что у ребенка на протяжении предыдущих уроков, связанных с вычислением и столбов, очень четко уже алгоритм сложения и вычитания работал на то, что разряд подразрядом. И здесь вдруг ноль на первом же уроке выписать не ноль в единице в числе 20, не под тройку в числе 123, потребует объяснение, почему, как, и вот это вы опять делайте, как я скажу, да, вот принято, но выписать там, кем принято и почему принято. Детям вы объяснить сможете с трудом. Я понимаю, что у нас есть объяснение об умножении на 3 и потом на 10, оно присутствует в устном вычислении, но запись вычислений в столбик соответствовать должна всем правилам. Ведь смотрите, мы потом покажем опять, у нас будет урок с алгоритмами, у нас будет урок умножения чиселствиями. И вы успеете, вот опять же Александр Янилович везде говорит о том, что не надо форсировать. Я в данном случае абсолютно согласна, даже когда у нас уроки не по ПНШ, а по другим каким-то комплектам. Вот многие знают, что я работаю с студентами, мы такие уроки разрабатываем. Всегда говорю, не спешите, вы успеете детям показать вот эту сокращенную или более рациональную запись. А вначале разряд под разрядом. Тем более, они там не считают. Вот они умножили на 3, так же как умножили 6 на 7 получилось 42, а 6 на 70 получается 420, потому что мы в записи приписываем числа вправо 0. Так и здесь мы умножили 123 на 3, получили число, а при умножении на 30 мы справа в записи числа приписываем 0. Конечно, есть объяснение. Можно говорить о том, что по числению мы начинаем с разряда единиц, поэтому мы сначала умножаем вот на тот самый 0, то есть на 10, ну что это десятка, да, и приписываем. Но я даже не знаю, насколько это нужно здесь проговаривать, потому что четко два задания друг за другом идут аналогично, только одно, так значит, запись в строчку, второе запись в строчку, да, и углубляться, говорить, что вот в учебнике так, а на самом деле принято как-то по-другому, абсолютно здесь не имеет никакого смысла, потому что мы при умножении на круглые двузначные числа умножаем на количество десятков, в записи числа прибавляем, приписываем 0, а умножая на количество десятков, мы, конечно, записываем на десятки. Кстати говоря, если вот здесь учитель форсирует вот то, что 0 можно оставить справа и умножать, не обращая внимания, мы сами провоцируем ошибки, потому что ребенок умножает на три десятка, записывает под единицами, у него 0 приписывает под записи вообще ни под таким разрядом, и потом, когда мы действительно умножаем на двузначное число, вот эта борьба с нулем во втором промежуточном произведении, она не в нашу пользу. Дети абсолютно четко делают ошибки, не могут назвать второе промежуточное произведение, не проговаривают, что там количество в десятках и заканчивают вот, называют число без этого нуля и точно так же потом умножение на двузначное число. Поэтому насколько здесь нужно спешить и показывать, что вот нас так учили, мы хорошо выучились, наверное, но нас учили по-другому, нам действительно сказали, вот принято так и пишите. Если у нас к этому времени учебник рассчитан на то, что мы обсуждаем, выясняем, почему так, почему так, в учебнике выписаны, что это означает, то, наверное, будет как раз урок и будет место, когда вы детьми это обсудите. Ну вот следующий момент в четвертом классе алгоритм, когда тоже мы доходим до алгоритма умножения столбиком, опять же, поскольку уже можем умножать любое многозначное число, то и способ или просто в записи умножения столбик на переходе изучения алгоритма, который распространяется на любое число многозначное, естественно, идет в том порядке, как и всегда, сначала на однозначное, потом на двузначное число, и вот в номере как раз 54, вот это второе промежуточное произведение 40 на 1040, абсолютно детям понятно, потому что умножая на 20, они записывали число, 0 стоял в разряде единиц, потому что идет умножение на 10, приписываем запись числа 0, и никаких вопросов, и никаких ошибок, и как раз ситуация, как складывать два числа, если нет этой записи нуля, с чем складывать число 6 первого промежуточного произведения, может быть дети вам этот вопрос не задают, как-то идут опять механически за тем, что появляется на доске или где-то еще, но этот вопрос возникает, сносим шестерку, мы не сносим шестерку, мы его складываем с тем числом, которое появляется во втором промежуточном произведении, потом там дальше приумножение не призначенное число, или там еще более многозначное, то есть вот это понимание сути что происходит, тем более, что дальше это точно идет урок сопрощенная запись, действительно, автор учебника говорит, что раз там всегда ноль в втором произведении, два нуля в третьем произведении, плюс помножаем на десять помножаем на сто, эти нули не влияют ни на что, можно эту запись сопрощать, но я каждый раз говорю коллеги, если ваши дети какие-то остаются, которые прописывают этот ноль, ну давайте пойдем у нас в требование стандарта, вообще в требование времени, индивидуальный подсчет индивидуальных возможностей, ребенку так понятнее, вот с этими нулями, когда мне учили, говорят, что вот, на старшая школа, нам они говорят, что это ошибка, что вы делаете ошибки, вот так, когда на круглое число умножаем, вот эти ноли записываем, потом дети умножая на трехзначное число с нулем посередине прописывают строчку второго промежуточного произведения с нулями, да, вот старшая школа ругает, ну или там говорят, что у вас ошибки, но это не ошибки, это действительно просто подробная запись, понятная тем детям, которые эту запись допускают, да, и опять мы каждый раз должны выбрать, что важнее для нас, чтобы ребенок понимал, что он пишет, и пусть это будет на секунду больше, чем остальные решают, либо вы, ну, не знаю, под каким-то запретом указаний писать вот сокращенной записью, заставляете его, так сказать, напрягаться и соображать куда что снимать, чтобы не допустить ошибки, а еще иногда дети в клеточку списывают там и числа и на эти ошибки еще другие свои ошибки допускают, да, поэтому на самом деле все всегда решается в пользу ребенка, и я каждый раз тоже по людям говорю, пожалуйста, встречаясь с учителями математики в пятом классе, которые принимают наших детей, расскажите им, что вы вслед за комплектом, вслед за учебником, вслед за подробным объяснением разрешаете детям и, во всяком случае, не заставляете писать более сокращенно или более рационально, но хотя пятиклассники пусть учат дальше, все-таки дети взрослеют, они больше опыта вычислительной деятельности, может, в пятом классе ученик или мальчик или девочка откажется от этой подробной записи, но если он пишет, значит, ему так спокойно, ему так надежно, ему так понятно, вот, не форсируем, да, каждый раз мы говорим о том, что мы не форсируем сокращенную вот эту запись алгоритма умножения столбиком, кстати говоря, в нашем комплекте очень много заданий, которые как раз направлены не только на правильность, но и на новую рациональность, потому что автор сам показывает, что можно по-другому записать, и на осознанность, когда нужно поставить, запомнить пропуски или звездочки в алгоритме, да, в вычисления, которые прописаны в истории столбика, и таких заданий очень много в цитрате, я сейчас намеренно не говорю про цитрат, потому что понимаю, что могут быть различные сложности, мы большая степень не говорим про учебник, но и в учебнике очень много заданий, направленных как раз на формирование цех качества, которых я говорила в начале, и особенность, потому что нужно проговаривать, нужно выяснять, почему так, почему, когда мы что записываем, что делать, если выполнять какая-то непривычная, нестандартная ситуация, и вот особенность, еще и в плане обобщенность, в плане того, что нужно выполнять различные пропуски, называть понежуточные произведения и так далее, и так далее. Поэтому в данном случае может быть опять нам с вами остановиться, еще раз посмотреть задания в учебнике, посмотреть более внимательно на что они направлены, не хватает в тетраде, если на тетради то по аналогии у нас много в тетради дополнительных различных для вычисления и контрольной работы, которую у них все остывают и выполнены. То есть на самом деле содержания достаточно много. Но мы опять возвращаемся к тому, что не гонимся за количеством, а преследуем все-таки идею качества, а качество только воспоминания. То есть вы понимаете, что происходит и тогда одного-двух выражения числовых ему достаточно, чтобы быть уверенным, что он выполняет все право. Ну и деление, значит, запись деления столбиком, опять, смотрите, запись деления, алгоритм деления, как-то еще по другому уроку названы. И когда мы с вами обсуждаем с детьми тему урока, я думаю, что это уже все все-таки делают, мы говорим про смысловое чтение, мы говорим про понимание заголовка, про включение ребенка самого начала урока, проблематику, да, то есть можно записать деление составом, столбиком. Понятно, что наши смеши в диалоге говорят о том, что, наверное, можно, и дети понимают, что все действия можно записать столбиком, просто вывсего деления можно записать столбиком. Опять, что нам непривычно? Нам непривычно, что очень много вот этого деления составом. И если традиционно деление составом во втором классе изучается на этих числах в пределах может быть 10-20, ну, в лучшем случае там 100, но небольшие такие числа, проверить можно было и так далее, то цель другая. Здесь, опять же, это подготовительная работа записать деление столбиком, при этом показать, что не всегда получается окончательное значение частного безостатка. Ребенок привыкает к делению с остатком, ему важно разобраться в этой записи последовательности действий, что происходит в делении, может остаться остаток. И как раз это более привычная ситуация, чем деление нацело. И наши дети к этой ситуации готовы. Когда мы приходим после подготовительной работы такой же алгоритмы, то опять в данной ситуации неважно нацело разделиться число одно на другое или оно будет остатком. Дети к этому готовы, у них метод, что он сделал неправильно, потому что остался остатком. Далее посмотрите, останавливаясь на этом уроке, мы опять сравниваем записи в строчку и в столбик, делаем вот эти соответствия, опять рассуждаем, здесь уже дети больше могут включаться, потому что уже это последнее действие, которое изучается в начальной школе. И понятно, еще раз подчеркиваем, что эта запись более информативна, более удобна. Кстати, методисты, начиная с давних-давних я смотрела 43-й год и потом 72-й год наши методические пособия различные, они все говорят, ратуя волосные вычисления, что письменные вычисления удобнее, как только неудобно считать устно, нужно на самом деле считать письменными и выполнять эти вычисленные стойки, точнее не прокалькулятор, не прокалькулятор тоже не удобно. Поэтому применять удобную алгоритм столбик вычитания, вернее, деление столбик, потому что это более ровно действительно может привести к результату. Ну и поскольку у нас алгоритм сложения тренируется в письменном умножении, то деление столбика в письменном умножении тренируется в чем-то постоянном выполнении действия вычитания. То есть там много операций, но самое сложное и когда возникает вопрос, что поздно начинает комплект в четвертом классе, надо раньше, на самом деле может быть и надо раньше, но насколько дети готовы, насколько они понимают, что происходит, у них должна быть уже твердо усвоена таблица умножения и соответствующий случай деления. И может быть начиная раньше это письменное деление, мы как раз провоцируем вот те ошибки, которые допускают идти. Ну, так же, да, но четвертый класс, если мы не будем спешить, не будем нагнетать, что вот количество упражнений, вместо того, чтобы разбираться, что-то происходит, то ситуация будет выравниваться. Потому что алгоритм действительно достаточно сложный и, наверное, раньше нет этого смысла начинать сложно быть в начальной школе. Значит, при делении на однозначное число с алгоритмом, на двузначное число с алгоритмом, опять еще не звучит слово алгоритм, дети уже подготовлены, они знают само действие в зависимости состава, умеют находить неполное частное и остаток, опять же, выполняя различные преобразования. Они могут подбирать все причастные методы подбора, могут рассматривать, могут этим вычитанием несколько раз вычитать в виде разделения. То есть, на самом деле, опыт математических действий, которые приводят к результату, достаточно уже обширный у наших детей, чтобы спокойно с ними разбираться, что получается в делу неоднозначном диагностическом. Кстати говоря, вот я когда говорила про методологическую основу, что я имела в виде участия, теоретическая основа, у каждого приема есть своя основа, так вот, все основы в нашем учебнике Сорвы Дмитрия, перед тем, как дети выполняют какие-то вычисления, они узнают или знакомятся с теми свойствами, на основе которых происходит уровень вычисления, то есть деление суммы на число, деление числа на произведение, в свою очередь делаем умножение суммы на число и так далее, и так далее. Поэтому вот причем в учебнике, например, даже показаны способы подбора частного, да, вот можно действительно подбирать, как, переможая друг за другом. Опять, не учитель говорит, а в учебнике есть образец, текст и, опять же, способ рассуждения, как можно подобрать частного, который у нас пробный, как мы раньше говорили, да, можно умножать только на четное однозначное число, и тоже все присутствует на слайде, присутствует учебник, вот это может обратиться. Значит, вот сокращенное, так, стоп, у меня здесь немножко из-за подавки показались, значит, мы знакомимся с алгоритмом, опять же, в статье, значит, вопросы автора учебника, которые назначены для обсуждения в классе, с чего начинал, что происходит, и опять выполняем все действия по порядку, не форсируя, уханусь сокращенной записи, опять Александр Занилович призывает учителя следовать, мы все призываем вас следовать тому порядку, который писали в учебнике, и сначала прописывать вот при умножении, когда у нас делимое меньше, чем делимое, у нас получается ноль, все это прописывать, и только потом, только потом показать попрощенную запись, только потом показать попрощенную запись. Ну вот она была здесь, да, вот, правило, да, мы говорим, как это для остаток, сейчас секундочку, пойдем в минуту, вот мы прописываем, когда 9 делим на 18, естественно, частно получается ноль, умножаем, вот, да, вот здесь полная запись, которую призывает автор, соответственно, все авторы не сокращать до тех пор, пока ребенок не поможет, что происходит. то, что дети делают в уме, да, вот мы, говорим, так, сносим эту цифру, мы не хотим говорить, что мы образуем следующее неполное делимое и называть его разряды, то есть все потом сокращается безусловно, но вначале нужно, чтобы дети говорили, что происходит, что образуется, какое неполное делимое, поэтому соответствующая цифра в частном получается, да, и так далее, и так далее, они в уме эту цифру оставляют и, соответственно, тоже делаются эти ошибки. То есть все ошибки, которые делают дети, они, конечно, в первую очередь вывезут от того, как мы с вами вместе с учебником им объяснили на уроке тот или иной алгоритм, те или иные не потребовательные. Значит, алгоритм, опять же, представлен в словарной статье после того, как мы обсуждаем, после того, как мы писаем вопросы, на которые отвечаем и получаем эту потребовательность. Еще раз повторю, пожалуйста, работая с словарной статьей, можно как-то сократить вместе с детьми вот те самые опорные слова, выписать детьми там на доску, в тетрадь, чтобы была какая-то опора. Еще раз повторяю, не заучивая алгоритм, дети должны уметь им пользоваться. Это основной призыв автора учебника. Значит, понимать, что происходит, уметь исправить ошибку, если она допущена, контролировать себя, для этого все средства контроля, дугу частном, делении, дугой неполный деление выделяем, ставим количество частных, все приемы, которые методологически присутствуют в письменных приемах, они присутствуют в нашем учебнике. Поэтому здесь никаких изменений нет. Но то, что ребенок может вернуться к подробной записи алгоритма, к словарной статье, спросить, что непонятно, обратиться к учителю, обратиться к учебнику, наверное, это надо порадоваться, что у нас такие возможные постановки есть. Коллеги, я благодарю вас за внимание, успехов, как я всегда говорю, удовольствия работать по нашему комплекту. Если остались какие-то вопросы, я думаю, что можно написать на форум, написать на сайт издательства, я постараюсь ответить. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.